Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я шепотом вам расскажу одну задумку, которую я задумала. Масло масляное, ладно. В общем, я же сейчас периодически смотрю веганские каналы. Катю Сайбель, ещё Свет, худейший повар. И у меня возникла такая идея. Они провестили мне розыгрыш своих близких. Я вам объясню, при чём тут веганы и при чём тут розыгрыш. Я на веганских каналах слышала, что они постоянно готовят чечевичные котлеты. Вот котлеты без мяса, но чечевицы. Лично я ни разу чечевицу не пробовала. И я не знаю, какие на вкус чечевичные котлеты. Говорят, что они готовятся очень просто. И Света, худеющий повар, дала мне рецепт. Она утверждает, что они будут похожи на мясные котлеты. И мои могут не отличить. Мне интересно, действительно получится ли мне чечевичными котлетами обмануть вкусовые рецепторы своих близких. Особенно Сашу, который не может без мяса вообще никак. В общем, я буду сегодня, точнее завтра, потому что чечевицу мне Света сказала замочить на сутки. Я буду делать всё, как она мне сказала. Завтра я буду готовить чечевичные котлеты. Буду это делать, пока мои не видят. И посмотрим, как они отреагируют. В общем, вот она чечевица. Я её только что замочила. Мне посоветовала Света зеленую. Вроде неплохая. Марка Кубань-Матушка. Теперь я её замачиваю и вернусь к ней через сутки. Ну что, ребята, вот она моя чечевичка. Я слила с неё всю воду и даже давала ей постоять и полностью стечь. Потому что мне посоветовали, чтобы в ней вообще не было воды. Теперь мне нужно её перебить блендером. В этакий... Фаршем это не назовёшь, это всё-таки не мясо. Кашицу! О, точно! И сейчас мы с вами это сделаем. Уже время поджимает, потому что пока я готовила тесто, уже послеобеденное время и скоро Саша придёт с работы. А я же хочу всё-таки не раскрывать ему секреты, с чего я готовлю. Поэтому давайте быстрее. Вот здесь у меня есть натертая морковка. Мне сказано её добавлять необжаренной. И ещё нужно 4 луковицы. Их я буду обжаривать. Текст! Ну, во-первых, хочу вам сказать, что погружной блендер для этого не очень подходит. Я его чуть не сожгла. Похоже, это теперь на кашицу. Какое-то волокно левое попало. Вот, и как бы это... Я бы сказала так, это похоже на то, что уже кто-то ел. Чисто моё впечатление. Я не говорю ничего. Возможно, это потом будет вкусно. Добавляем морковку и буду пережаривать лук. Окей, берём очень много луков. Вообще, мне сказано было 3 луковицы. И, наверное, я возьму всё-таки 3. Вот это вот будет лишнее. Да? Ну да. В общем, сейчас мы его чистим, режем и на сковородочку бросаем. Будем жарить. Целая сковородка лука. И я сегодня даже не плакала от лука. То ли я, и этот как его, непоколебимый воин, то ли лук неедкий. Хотя нет, разъедает немножко глазам, но я сегодня молодец. Так, у меня здесь морковка уже лежит. Осталось только обжарить лучок. У меня тут, понимаете ли, вот, видите, да? Очередь. Сейчас хлеб поднимется. Запихну хлеб в духовку и тогда буду обжаривать. Так, никто мне кажется хватит, как думаете? А у меня такой уже карамелизованный лучок прозрачный. Отправляем его остывать. Вот такой вот замес у меня получился. Сейчас я буду формировать котлеточки и складывать их на этот противень, запекать в духовке. Самый прикол, сейчас расскажу вам. Пока я хожу, тут это всё делаю. Мимо ходят дети и всё время интересуются, что же я готовлю. Я говорю, дети, всё вечером узнаете, я вам всё покажу. А Лиза зашла и говорит, да я просто, говорит, спрашиваю, потому что так вкусно мясом пахнет. Прикол, ребята, мяса на кухне нет. В этот момент я обжаривала лук для этого замеса. Вот такое вот наблюдение интересное. Ладно, давайте выкладывать, пока Саша не пришёл и не рассекретил нас, из чего я готовлю. Ну что, оцените, что у меня получилось. По-моему, вполне так себе выглядит аппетитно. И это ещё не в готовом варианте. Класс! Надеюсь, что на вкус это будет вкусно. Потому что я бы не против такое готовить, если оно, конечно, вкусное. Ну что, теперь ждём, пока допечётся хлебушка. И пока настаивается следующий, эту штуку я отправлю в духовку. Ну что, первую блюню немножечко комом. Когда переворачивать начала, немножечко повредило. Но выглядит всё равно неплохо. Так, на вторую половинку. Точнее, на вторую сторону. И будет готово. Что? Получилось что-то типа вот такого блюда. Как вам? Сейчас будем испытывать на домашних. У меня самая некрасивая. Так, билочка. Начнём с Саши. Смотрите, что я глаза завязала, Саша. Слушай, а ты гламурно выглядишь. Так, давай, говори, чем пахнет? Мясом пахнет. Мясом пахнет? А? Белком. Сразу поправился на всякий случай. Ну как? Вкусно? Ну давай честно, вкусно или нет? Ну что-то вроде фасоль. Вроде как горох, что-то средний. Открывай глаза. Увидишь, как выглядит. Оно и на внешний вид похоже? На котлету? Ну да. Похоже? Похоже. И на запах похоже. Да? А когда поджарено, когда мясо у корочки поджаривается, вот такой же запах. Да. То есть сам запах... На вкуснее мясо. На вкуснее мясо. Ну, похоже, корочка похожа. Я тоже уже попробовала. Ну как, вкусно? Вполне так можно. Так что это? Что, наверное, морковка, чечевица, наверное, все-таки. Морковка, чечевица и лук. А это салат. Это просто салат. Это типа второе. Ну что, давай теперь детей позовем. Ну детям глаза, я думаю, не надо завязывать. Они и так поверят. Да? Так, второй испытуемый. Салатик перемешивает. Котлетку не урони. Ну как, Миша, вкусно пахнет? Да. Да? Будешь пробовать? Да. Котлетку будешь кусать? О! Котлета! Давай! Давай только вот так. Опа! А, надо было повернуть стол. Ну как? Вкусно? Не роняй. Давай. Да ты не лук пробуй. Говори, чем пахнет, на что похоже. Пахнет? Сашлыком. Сашлыком пахнет? Угу. Так, а тебе чем пахнет? Луком. Маринал. Луком? Ну, лук можешь не есть, если ты не хочешь. Лук это больше всего пахнет. Все? Больше ничем не пахнет? Пробуй давай. Ой, господи. Ну ты аккуратней. Ну как? Котлета как котлета. Котлета как котлета? Да. Понятно. Я сочетала с чечевицей. А ты что, подглядела что ли? Нет, я просто собиралась с чечевичной котлеты попробовать сделать. Ты сейчас по-моему говоришь просто? Она этот, Шерлок Холмс. Бабушка сегодня обсуждала, да? Не надо, я услышала. Ну что, попробуй. Вкусно? Сейчас попробую. Давай. Катя села на фоне бардака своего. Куча этих бумажек торчит. Ну как? Вкусно, вкусно. Доча, ты в курсе, что это чечевица? Это не мясо. Важно, не мясо? Не мясо. Вообще? Даже близко не мясо. Это что-то среднее между горохом и фасолью. Это то, что я пробовала сегодня? Ну да, то, что ты сегодня в сыром виде пробовала, это вот в пожаренном виде, в виде котлеты. Круто? Мишуля, вкусно? Мишуля, сейчас молока налью. Крепца надо. Вкусно, сынок? Ой, как вкусно. Мишка всю котлету уже съел. В общем, Мишка и Лиза точно поверили, что это мясо. А Катя просто очень много слушает лишнего. Да? Можно молочка? Можно. И мне. Рыжий, ты тоже поверил, что это мясо? Мясо. Мы обманули даже котов, смотрите. Они на запах пришли. Саша, они на запах пришли. Коты-вегетарианцы. Не, ну... Корочка очень похожа. Постоянно есть такие котлеты, наверное, мы бы и не стали. Но иногда прикольно. Да? Мне понравилось. А смотри. А ты туда еще и мясо добавишь? Да, это будет уже не котлеты из чечевицы. Смотрите, сейчас котов буду обманывать. Будете мясо? Ага. Смотрите. Они еще и дерутся. Коты. А, коты? Ну, вам-то не понять, что это на самом деле чечевица. Вам пофиг. Ну, коты поверили. Ну что ж, эксперимент. С чечевичными котлетами прошел на ура. Даже коты поверили. Одна только Катя все подслушала. Но на самом деле я вам чуть позже покажу. Саша сказал, что он на работу возьмет салатик с котлетками. Так что... А еще мои согласились, чтобы я чечевицу замочила снова. Так что будем повторять эксперимент еще раз. Светик, тебе большое спасибо за рецепт. Нам понравилось. Мы, конечно, от этого веганами не стали. Но иногда... И за розыгрыш. За розыгрыш. И розыгрыш, что я придумала. Просто Света, худеющий повар, сказала, что ее сын Мишель очень любит такие котлетки. Но теперь мы понимаем, почему. Правда, они у меня не очень красивые получились. Не как у Светы. У Светы лучше. Но первый блин должен быть немножко комом. Продолжение следует...